Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, сегодняшнее видео будет посвящено маслу. Я вчера получила и сегодня, получая очень много вопросов по поводу масла. И сейчас мы об этом поговорим. Итак, мои дорогие, многие спрашивают, Лена, сколько класть ложек в салат? Мои дорогие, давайте начнем с того, что у нас у каждого свой колораж. У нас разные единицы жиров, белков и углеводов, поэтому нужно знать ваш колораж. Потому что я никого не удивлю, что масло, оно очень калорийное и содержит в себе большой состав жиров. И если мы будем там чрезмерно лить масло, мы, конечно, переберем в жирах. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Чтобы вам было более понятно, более, как бы, в дальнейшем удобнее, я вам под этим видео оставлю таблицу, где вы будете знать, сколько в одной ложке столовой граммов, миллиграмм, сколько в чайной, в десертной и так далее. И многие вот пишут, что вот 3-4 ложки. Ну, мои хорошие, я не могу знать ваш колораж, но прикидывая так, я считаю, что это многовато. Потому что, если вы, допустим, кушаете 3 раза прикидывая, вы 3 раза кладете масло, заправляете маслом оливковым, правильно? Естественно, вот если масло 1 столовая ложка 15 грамм, мои дорогие, и 4 ложки это уже 60 грамм, а вы 3 раза, да? Это будет уже, вы наберете 180 грамм за день. Поэтому, мои дорогие, вот многие, кстати, делают ошибки, именно здесь перебирают в жирах на масле. Поэтому будьте осторожны. Масло чем хорошо, вот когда, допустим, в течение дня я кушаю, да, и вечером я смотрю, я не добираю масла. Вот тут я могу масло добавить в салатик, там, чуть-чуть больше, да, там, десертную ложку или чайную, чтобы набрать свои жиры. Вот тут хорошо, а если в каждый свой прием пищи в салат заправлять 4-3 ложки масла, это будет перебор. И тем более, я говорю, это зависит от вашего колоража, он у нас у всех разный. И если, допустим, вот я даже на себя прикинула, у меня 90 грамм жиров, и если я в каждый свой прием буду класть только масло, тогда я переберу в жирах, и у меня тогда одно масло наберет только, а у нас же жиры есть в других продуктах. Поэтому, мои хорошие, вот тут вот очень много ошибок у всех, потому что перебирают именно в жирах за счет масла, когда его перебарщивают просто. Конечно, понятно, я безумно люблю оливковое масло, хорошо к нему отношусь, хотя долго к нему привыкала, но всему должна быть мера. Вы считайте свой дневной колораж и, пожалуйста, соблюдайте. Соблюдайте. Я говорю, таблицу я вам оставлю, вам будет легче считать и легче ориентироваться там и на столовую, и на десертную, и на чайную ложечки. Что же касается масла рафинированного, оливкового и нерафинированного? Конечно, мы выросли, мы все выросли с вами на масле рафинированном и нерафинированном. И вот первое время, когда у нас только начало входить и оливковое масло, я долго не могла привыкнуть к этому вкусу, не понимала его. Ну, мы выросли, мы россияне, русские, ну и не только русские, весь бывший СССР наш. Мы выросли на таком масле, и нам было очень сложно принять новое, да? Хотя понятно, что наукой, медициной, учеными доказана польза именно оливкового масла. И, конечно, я бы вам рекомендовала, оно дорогостоящее, конечно, я бы все-таки рекомендовала использовать оливковое масло. Запомните, мои хорошие, он снижает уровень плохого холестерина. Он очень полезен при сосудисто-сердечных заболеваниях. Даже у больных, которые страдают желудочно-кишечным трактом, пищеварения, печени, желчные путей, они легче переносятся именно оливковое. И вот у кого есть такие заболевания, конечно, нужно переходить именно на оливковое масло. Доказано, что оливковое масло предотвращает болезнь Альцгеймера. Она же сейчас заполонила эту болезнь. Весь мир и состав тех жиров, которые есть в этом масле, они этому препятствуют. Поэтому, конечно, очень-очень бы хотелось, чтобы все мы могли себе позволить использовать именно оливковое масло. И очень полезно детям. Детям это для роста костной системы. О масле оливковом говорить могу очень много. И с восхищением. Также, вот знаете, читала недавно учеными, было, значит, исследовано молоко матери и жиры, вернее, молоко матери. И они очень схожи с жирами оливкового масла. Представляете, какая польза. Поэтому, конечно, желательно использовать оливковое масло. Но дозировано все должно быть. Потому что даже полезными жирами можно принести вред, если перебрать их в количестве. Что касается наших двух масел подсолнечного, которые мы так любим, на котором мы выросли. Но сказать о нерафинированном можно, ну, как бы и неплохо. Да, у него маленькие сроки годности. Он более полезный. Полезный очень много веществ содержит. Но на нем нельзя жарить. Но для салатов он очень, даже очень хороший. Но тоже в ограниченном. Там сроки маленькие у него. Что говорит о более натуральном, как говорится, компоненте этих жиров. Что касаемо рафинированного масла, то на нем можно жарить. Можно. Он без запаха, без горечи. Ну, и как бы и пользы от него, мои дорогие, нет. Поэтому, если вы используете такое масло, то очень-очень ограниченное, только для жарки. Что касается нас китозников, нам рафинированные жиры в виде подсолнечного масла запрещены. Если у вас есть возможность купить нерафинированное, домашнее масло кто-то может делать, ну, прекрасно. Конечно, знайте мир. Помните, мои дорогие, масло высоко калорийное. В нем очень много килокалорий. И поэтому перебрать, вот многие перебирают. Я вот с двумя девчонками буквально на той неделе разбиралась, не могла понять, да. Как-то салаты-то листовые. Прохожу и прохожу мимо, да. А потом, а как... Я говорю, вы заправляли или прям так салат-то, вот, они листовые покупали салаты, добавляли, где кунжута, где тимин. И, оказывается, еще плюс, постоянно добавляли туда и оливковое масло. Вот и перебирали в жирах. Поэтому надо быть осторожным. Даже хорошими жирами можно перебрать. Вы должны... Очень многие задают вопросы, да, а я не слышу ответа. Я говорю, скажите, ваше КБЖУ, вы его придерживаетесь, нет? И тишина. Вот тут я вот... Многие девчонки знают, кому я задала этот вопрос. Пожалуйста, ответьте. Потому что, чтобы вам что-то сказать или посоветовать, я хотя бы должна знать, вы КБЖУ-то соблюдаете, нет, мои хорошие. Тогда разберемся. Вот с девочками разобрались, оказывается, вот как раз масло. Ситуальны на сегодня. Но я надеюсь, что я вам как-то дала понять, объяснила. И таблица, которую я под этим видео выставлю, будет вам, мои дорогие, в помощь. А еще чуть позже я приготовлю свой ужин и покажу на своем кулинарном канале. Обязательно распишу, опять же, все свое КБЖУ. Смотрите, мои дорогие. Теперь я буду делать это постоянно, выставлять видео, расписывать, что я кушала, сколько килокалорий, чтобы вам было проще, чтобы было легче считать и было проще. И, возможно, мои блюда будут вам полезны. Я уже не раз говорила, вторник, четверг, суббота у меня рыбные дни. У меня сегодня рыбный день. Какой, с чем, что я кушала, какие я блюда готовила, я покажу на своем кулинарном. Ссылку оставлю также потом под этим видео. Но видео выйдет чуть позже на кулинарном канале. Итак, мои дорогие, я надеюсь, сегодняшний наш разговор был для вас полезен. Пишите свои комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. Мои дорогие гости, мои дорогие подписчики, пишите, спрашивайте. Знайте, что я отвечаю всегда. Кто заглянул на мой канал и не подписан, подпишитесь. И, конечно, все мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока.